Приветствую вас. Для начала я бы хотел вам заметить, что с точки зрения мусульманской религии, по-моему, аборт также является грехом. Я об этом не уверен, поэтому рекомендую обратиться к специалистам, да, для того чтобы этот вопрос прояснить, потому что, ну, мало ли, как бы, вот, надгон, по-моему, аборт для мусульман, наверное, это тоже грех, первое. Второе. Вы сейчас, на данный момент, находитесь в очень мощной такой, я бы сказал, жертвой позиции, очень мощной жертвой позиции вы находитесь сейчас. Значит, то есть, вам, грубо говоря, ну, угрожа мужчина, да, вы его, соответственно, боитесь? Вы не знаете, я так понимаю, что вам делать, ну, вот, это жертвой нападыц, потому что, если, допустим, вы хотите ребенка оставить в своем степи, что это ваше полное право, вот, и человек вам не может при всем желании, да, этого запретить, этого запретить не может никак, в принципе. Вот, поэтому, я полагаю, что здесь вы, либо, в принципе, стригозны, вот, либо у вас есть какие-то страхи, вот, либо в глубине души вы все-таки ребенка не хотите. Вот, я вас не обвиняю, я вас не обвиняю, я просто говорю о том, что, как бы, ну, если начинаются угрозы, что, как бы, такого человека нужно защищаться, да. Документировать эти угрозы, и, соответственно, обращаться в правоохранительные органы, вот, либо, допустим, просить, например, помощи у своих, ну, своих друзей, у своих родных, у своих знакомых, вот, чтобы они вам помогли. Потому что, это, ну, противодаконно, что ли, вот, мужчина, явно свои возможности преувеличивает, вот. А вы находите в состоянии жертвы, то есть, предполагаете, что человек, ну, действительно может вам, там, что-то сделать, вот. Ну, то есть, вы его боитесь, например, вот. Соответственно, у того, что вы его боитесь, должны быть причины, вот. Вот. И, соответственно, с вашими страхами можно и нужно работать, вот. Потому что они, эти, самые страхи, на основном, очень негативно влияют, да. Вот. Вот. Ну, в контексте, там, того, что вы, выпишите. Вот. Вот. Это вот такой, важный, важный момент. Край-край важный момент, я бы сказал. То есть вы берете на себя личную ответственность за то, что происходит. Это один из ключевых моментов. Значит, ну, дальше вы бивьте, что вам делать, то есть, ну, спрашивайте, что вам делать. Тут нужно опять уточнить, что делать, чтобы что. То есть, если вы хотите, например, сохранить ребенку, то это один момент. Если вы хотите наладить отношения с этим мужчиной, то это другой момент. Если вы хотите разобраться в себе, допустим, и понять, почему вы, к примеру, себя так чувствуете и видите. И это еще один момент. Вот. То есть, все вот это, все вот это, вот, все вот это нужно исследовать. И тогда вы получите ответы на свои вопросы, вот, в том числе и на вопросы о том, как вам поступать и что делать. Вот. 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 Ну, вообще, конечно, вот, в первую очередь, я рекомендовал бы поработать над собой, разобраться бы, наверное, больше в себе. Вот. Чтобы, чтобы, чтобы понять, как я оказался в этой ситуации. Чтобы понять, как вы оказались в этой ситуации. То есть, я не думаю просто, что это случайно, да, я не думаю, что вы случайно оказались в этой ситуации с мусульманином, да. Я думаю, не думаю, что все вот произошло просто так. Мне кажется, мне кажется, что у этого есть свои причины, ну, были, были свои причины. Вот. И, собственно, вам нужно эти причины для себя сделать явными, чтобы в будущем вы таких ошибок не повторяли. Вот. Ну, к примеру, разобраться, что значит любовь, да, допустим, вот самый такой банальный аспект, к примеру. Разобраться, что значит любовь, что такое любовь, как любовь вообще, значит, себя проявляет, что она из себя представляет. Любовь. Вот. И так далее. То есть, это вот все моменты, на которые вам необходимо найти ответы. Все моменты, на которые вам необходимо, в которых вам необходимо разобраться. Вот. Ну, а дальше уже, я уже сказал, будет понятно, что вам делать и как. Ну, дальше, в дальнейшем. Вот. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделать его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...